Это пригородное лесничество Казани, где обычно отдыхают казанцы. Именно здесь спасатели разожгли высокий костер. Горят сухие доски. Специалисты наглядно показывают, насколько опасен может быть огонь в лесу, тем более в ветреную погоду. Сейчас проходит учение тушения лесного пожара. По легенде, возгорание возникло около крутушки. Огонь движется в сторону санатория. Также здесь стоит трактор, который сделает так называемые пропашки. Они должны не дать огню распространиться. Первой на сообщение о пожаре отреагировала лесная охрана. Здравствуйте. Вот гуляю по лесу, вижу пожар. Вижу пожар в районе крутушки. На месте сразу три бригады. Это более 20 человек. Их главная задача не допустить распространения огня на жилой массив. Рядом санаторий. Сюда подтягиваются расчеты пожарной службы. Спасатели начинают эвакуацию отдыхающих. Пользоваться листом при эвакуации здания категорически запрещено. Создан оперативный штаб, который координирует работу всех служб. Это МЧС, лесная охрана, медики. В сегодняшних учениях мы отрабатывали взаимодействие между сотрудниками МЧС и сотрудниками ДПС, также медицинскими учреждениями. На данный момент возгорание произошло в 42-м квартале. И совместными силами был ликвидирован этот очаг. Для тушения пожара были привлечены звенья, казанские звенья территориальной подсистемы в республике Татарстан в количестве 40 единиц техники, 130 человек. Организована межведомственная рабочая группа по ликвидации лесного пожара. Казанского пожарно-спасательного организовано. Цели учения достигнуты. В России 33 региона, где опасность возникновения пожаров очень высокая. В ПФО это Татарстан, Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Кировской области. Тем не менее, из-за холодного мая термоточек в нашей республике стало в 8 раз меньше. В прошлом году было 700. Фокус внимания на Казань, Чистополь и Елабугу.